Чебоксар Не обещали вернуться. В Чебоксарском городском собрании депутатов меняется состав. Платить или не платить – вот в чем вопрос. Депутатам предстоит решить, на какой основе будет работать новый мэр столицы республики. О фонарях на светодиодах, подготовке к зиме и модернизации транспортной системы в нашей студии председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству. В столице Чуваши остается без главы города, хоть и временно. Леонид Черкесов стал депутатом Государственной думы страны седьмого созыва и сложил свои полномочия в качестве депутата и председателя Чебоксарского городского собрания. Наверное, самый тяжелый день для меня сегодня. Волнительный день. Я сегодня говорю, что я не прощаюсь, я не ухожу. Мы вместе. Но я хочу поблагодарить всех вас, всех тех, кто 2005-го по 2010-е, с кем мы были депутатами. 10-го по 2015-й год, где вместе мы работали. Ну и последний год, новый созыв уже. Я думаю, что действительно эти годы были годы становления нашего города. Это была слаженная работа депутатского корпуса и администрации города. Депутатом городского собрания Леонид Черкесов стал в 2005-м году, с 2010-го являлся главой города. Препятствовать коллеге, который пошел на повышение, депутаты не стали. Решение о сложении полномочий поддержали единогласно. Временно исполнять обязанности градоначальника будет заместитель председателя ЧГСД Ирина Клементьева. На свое первое заседание седьмой созыв Государственной думы страны собрался в начале октября. Леонид Черкесов вошел в состав Комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного. Самоуправление. Нового главу города депутаты, как и прежде, выберут из своего числа. Однако, прежде чем это произойдет, возможно, изменится статус этой должности. Треть депутатов выступили с инициативой. Проектом решения предлагается полномочия главы города Чебоксары осуществлять на непостоянной основе. Необходимо провести публичный слушатель, который предлагается назначить на 8 ноября 2016 года. Непостоянная основа позволит будущему главе совмещать руководство городом и какую-либо другую работу. Мы предлагаем, чтобы новый глава работал на непостоянной основе, то есть без оплаты из бюджета города Чебоксары. Это решение поддерживают не все депутаты. И здесь, может быть, действительно есть о чем поспорить. Это решение не такое простое, но и принимается оно, скажем так, не в самое простое время для бюджета города Чебоксары. Эти деньги мы можем сэкономить для бюджета города Чебоксары и использовать их на, скажем, важные социальные нужды горожан. Ну, лично мне, как горожанину, который живет в этом городе и который очень сильно его любит, как депутату, я считаю, что глава города должен все-таки работать на своем рабочем месте, углубляться в каждую из проблем, потому что не погрузившись в каждую из проблем, то эти вопросы невозможно будет решить. Леонид Ильич, вот мы сегодня отметили, когда, можно сказать, давали ему напутственные слова, что он работал 24 часа в сутки. Он жил проблемами города, он знал каждые маленькие заковулки в нашем городе, знал их проблемы. Он работал ежедневно и в субботу, и в воскресенье можно было его увидеть на работе. Бывал и по 24 часа в сутки. Поэтому вот как может глава города совмещать с другой работой? Высказать свое мнение все желающие смогут на публичных слушаниях. Их назначили на 8 ноября. Ушедший в Государственную Думу страны Леонид Черкесов – это не единственное изменение в составе Чебоксарского городского собрания депутатов. После единого дня голосования в конце сентября свои полномочия в качестве депутата ЧГСД сложил Владимир Викторов. Он прошел в Госсовет республики. Его место в городском собрании пустым не останется. В соответствии с законодательством муниципальная избирательная комиссия города Чебоксары решила считать избранным депутатом Чебоксарского государственного собрания депутатов 6-го созыва Турханову Елену Евграфевну. На выборах в ЧГСД в сентябре 2015 года Елена Турханова участвовала как кандидат от партии «Единая Россия» по единому избирательному округу. Это то, что касается изменений в составе Чебоксарского городского собрания депутатов. Теперь про Чебоксары. О делах в городе будем говорить с председателем постоянной комиссии ЧГСД по городскому хозяйству Дмитрием Неконоровым. Дмитрий Валерьянович, здравствуйте. Добрый день. Ну вот выборы, изменения в составе ЧГСД в последнее время как-то отвлекли наше внимание от городских каких-то тем, городских проблем. Вот чем живет город, какие вопросы в последнее время на повестке дня у комиссии постоянной? Ну, город как продолжал жить, так и дальше будет жить. Конечно, все проблемы, которые возникали, может быть, у жителей там они отошли на второй план, потому что были выборы, и выборы там были просто у всех на слуху. Но у нас, как у депутатов, шла обычная работа, планомерная. Если говорить целым о городе, вот какие вопросы в последнее время ставились на повестке дня? Может быть, это новые правила благоустройства, да, опять же, еще какие-то темы? Ну, да, вот вы совершенно правильно сказали. Как раз мы сейчас занимаемся тем, что подготавливаем новые правила благоустройства. Это довольно-таки нелегкая работа, потому что законодательство как федерального уровня, так и регионального, оно все время меняется. Мы не можем его уже изменить, поэтому мы подстраиваемся под эти нормы и еще вкладываем, конечно же, и свои. Поэтому вот этот вот правил в ближайшее время он будет полностью готов, и об этом люди все узнают. Кроме всего прочего, мы сейчас занимаемся транспортной системой, мы хотим подготовить концепцию, которая будет в ближайшем времени потом реализована, непосредственно будет касаться наших маршрутов. Сейчас мы уже об этом раньше говорили, что есть питерская компания, которая проводит всю аналитику, проверяет пассажиропоток, где как, где лучше оптимизировать, как вообще лучше сделать. Вот. Вот на ближайшей комиссии мы как раз будем обсуждать о том, значит, какой путь мы возьмем, уйдем ли мы от маршрутных такси и сделаем там, может быть, полностью вернемся к автобусам, может, это будет там муниципальное вообще там, значит, предприятие. То есть вот об этом будем обсуждать. Это будет на самой ближайшей комиссии. Ну, это я знаю, что еще одна из тем, да, это освещение всегда для города актуально здесь, как в Чебоксарах дела. С освещением есть определенные у нас такие проблемы в том плане, что мы как депутаты всегда говорим, что нужно оптимизировать наши затраты. Вот одна из тем, это как раз уличное освещение. Первое, о чем мы и предлагали не раз уже, это оптимизировать наши расходы в плане электроэнергии. Мы большое количество денег тратим на подсветку наших улиц. Но можно уйти на светодиодные лампы. Для этого нужно поменять, кроме всего прочего, еще и фонари. По всему городу получается, да? Конечно, по всему городу. Ни одна, там уже, наверное, штук 5-6 организаций к нам приходила с различными своими проектами. Но наш горсвет говорит, что вместе с лампами нам надо поменять еще и столбы освещения. Но столбы освещения, к сожалению, никто поменять не хочет. Я думаю, что, наверное, все-таки мы в ближайшее время сделаем программу, где будет вкладываться и город, будут вкладываться инвесторы. Значит, город, может быть, возьмет на себя столбы, а инвестор возьмет уже замену как раз ламп и всех светильников по городу. Довольно-таки большая будет для нас экономия. Конечно, в первые годы мы это не увидим, но это всегда получается на 5-10 лет как минимум инвестиции. Поэтому я думаю, что город все равно к этому придет, хотим мы это или не хотим. Ну и такое предложение возникло у нас, что, во-первых, столбы освещения, хотя бы по центральным улицам, они должны быть другими. Пусть они, может быть, будут железными, но они должны давать изюминку для всех наших туристов, которые к нам приезжают и говорят, какая столица красивая, какие у них столбы. Если кто был, может быть, в Барселоне, на фотографиях видно, какие у них красивые столбы. Это искусство. Когда-то в свое время они их сделали, а теперь это уже является достоянием всех туристов, а для них – достоянием гордости. Вот искусство, да, там действительно красивые столбы, светодиодные лампы, все замечательно. Есть ли территории вообще, которые не освещены? Ну вот давайте вот там недавно вот как раз тоже застрелили этот вопрос. У нас есть сейчас очень довольно-таки достойная хоккейная команда. Это хоккейная команда Чебоксара. Сейчас она занимает лидирующие места в своей таблице. Многие горожане приходят болеть за нашу хоккейную команду. Ну а что мы видим? Когда мы выходим с ледового дворца, мы уходим в полную темень. Там нет нормальной подсветки. Можно сказать, что ее там совсем нет. Два раза был, два раза обращал на это внимание. А что можем сделать вот здесь? Ну мы будем выходить к республике, потому что это территория республиканского значения, и в их вене находится ледовый дворец. Будем говорить о том, что это неправильно. Наверное, также будем еще и выходить в МВД, для того, чтобы они все-таки написали свое предписание о том, что объект должен подсвечиваться, особенно в дни массовых вот таких вот мероприятий, когда там выходит несколько тысяч человек и оказывается в темени. Это неправильно. То есть депутатов инициативы сейчас? Ну это будет инициатива, да. Мы обязательно на ближайшей комиссии этот вопрос подаем. Впереди зима, как город предстоит готовить? Насколько готовы вообще Чебоксар уже к зиме? Что предстоит делать? Вообще очень хороший вопрос, можно сказать, прямо в точку. Вот буквально в понедельник на планерке как раз этот вопрос у нас подымался. Нам докладывали о том, какое количество техники сейчас уже заготовлено. У нас в прошлом году почти полтора месяца конца зимы не работала спецтехника серьезная, которая не могла очистить снег. Вот сейчас все работы завершены, вся техника отремонтирована, можно сказать, что ждет снег. Но кроме всего прочего, у нас еще также привлекаются управляющие компании для уборки и вывоза снега, потому что мы сами просто как город, как муниципалитет, да, у нас там вот предприятие дорого занимается этим, оно само не может все вывести, потому что не хватает денег для этого. Поэтому проводятся аукционы, и после того, кто выигрывает этот аукцион, он берет определенный подряд для расчистки улиц. Ясно. То есть к первому снегу готовы чебоксары, апокалипсис не случится? Нет, к первому снегу мы уже готовы. Единственный момент, что вот опять довольненько давно мы уже обсуждаем, это снегоплавильные цеха, где мы, наверное, все равно к этому, я думаю, мы точно придем, где мы будем плавить снег для того, чтобы нам его не вывозить. И, во-первых, по себестоимости, мне кажется, все равно это будет дешевле. Сейчас очень много технологий по плавлению снега есть. Поэтому, я думаю, если не в этом году, то, наверное, к следующему году мы все-таки к этому подойдем. Ну, теперь от города к вашему округу. Вот я для телезрителей тоже напомню, что это московский район, дома по таким улицам, как Ахазово, 139-й стрелковой дивизии, Мичемнопавлово, университетская эльгера и некоторые другие. Открою небольшой секрет. Я живу совсем рядом. Правда, дом, которым я живу, относится к другому депутату, но, тем не менее, я очень округ хорошо знаю. Вот там какие планы на благоустройство, с чем обращаются жители чаще всего? Знаете, вообще вопрос благоустройства своего округа для каждого депутата очень больной. Объясню, почему. Потому что каждый депутат хочет сделать у себя чем больше, тем лучше для горожан. Наш бюджет, он немножко, можно сказать, сформированный всегда бывает. И на дворы там уделяется не вот, чтобы прям такое большое количество денежных средств, как бы нам хотелось. Даже если это программа, все равно это не такие большие деньги. Когда-то я уже говорил, что для того, чтобы нам отремонтировать все дворы в городе Чебоксар, то там будут просто очень большие миллионы. И поэтому вот у нас выделяется определенное количество денег. И мы их между депутатами пропорционально делим, чтобы никому не было обидно. Та программа, с которой мы шли, когда выбирались городские депутаты, каждый планомерно ее пытается отработать. И я уверен, что он ее полностью отработает до 2000, получается, 20-го года. Да, на нас некоторые люди, бывает, обижаются, даже наверняка обижаются и в моем округе, потому что я сказал, что мы обязательно здесь построим хорошую детскую площадку. Да, мы ее построим. Но, может, мы ее построим не в этом году, но в следующем. Потому что есть дворы, где совсем детские площадки, ну, просто в ужаснейшем состоянии, они давно не ремонтировались. Вот. А здесь еще, может, там годик что-то может подождать. Кроме всего прочего, более глобальные еще стоят проблемы. Вот. Обещал жителям, что все-таки мы обязательно сделаем нашу улицу университетскую зеленой. Что вдоль улиц было как по проспекту Ленина, да, вот мы проезжаем по Карломарску, по проспекту Ленина, там вдоль стоят хорошие деревья, красивые. Сразу видно, что город у нас зеленый. Если мы об этом всем заявляем, давайте держать марку. А еще что в списке первоочередных задач, вот кроме озеленения проспекта, например? Ну, если представить, помечтать, да. По городу или по округу? По округу. Ну, по округу, знаете, вот очень хорошая мечта такая есть – поставить хоккейную коробку. Вот мы в прошлом году их поставили по городу, не соврать бы, вроде бы 9 штук. Вот. В этом году эту программу мы продолжим и еще поставим дополнительно хоккейные коробки по городу. Вот хотелось бы у себя в округе тоже поставить хоккейную коробку. И в одном месте она у нас уже почти что есть. И в прошлом году мы, можно сказать, ее и установили бы. Но оказывается, там размеры немножко другие. А они у нас модульные, уже стандартные. Вот. Поэтому будем думать. Я напоминаю, мы беседовали с председателем постоянной комиссии по городскому хозяйству Дмитрием Неконоровым. Это была программа «Местное самоуправление». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова